Ат-Таяммум. Совершение Таяммума. Таяммум это протирание лица и рук чистым песком, землей, пылью, с намерением очищения. Для совершения обязательной молитвы Таяммум становится обязательным, когда нет воды или ее использование невозможно в силу уважительных причин. Сказал Всевышний Аллах. Ат-Таяммум. 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 Ат-Таямумум. Ат-Таямумум. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами и вы не нашли воды, то направляйтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца свою милость по отношению к вам. Быть может, вы будете благодарны. Сура Аль-Майда, 6 аят. Когда нужно совершать таямму? Во-первых, когда нет воды. Так как Аллах Всевышний сказал, и вы не нашли воду, то совершайте таямму. Во-вторых, когда есть вода, но ее использование невозможно. Как больной или пожилой, который не может двигаться и у которого нет помощника в совершении омовения. В-третьих, когда использование воды может принести вред. А. Больной, который, использовав воду, может ухудшить состояние своего здоровья. И если вы больны, то совершайте таямму чистой землей, почвой. Б. Человек, находящийся в сильном холоде и не имеющий возможности подогреть воду, который уверен или почти уверен в том, что, использовав эту воду, он заболеет. И не убивайте свои души. Сура Ан-Ниса, 29 аят. Так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одобрил поступок Амра бин Аль-Аса, когда он совершил молитву вместе со своими товарищами, предварительно совершив таямму из-за сильного холода. В-третьих, когда человек находится далеко, не имея возможности добыть воду, а той воды, которой у него недостаточно и хватает ее только на утоление жажды. Описание совершения таяммума. Первое. Человек, совершающий таяммум, должен ударить ладонями по чистому песку один раз. Второе. Потом он должен оттряхнуть ладони, избавляясь от излишков песка и так далее. Третье. А потом протирает ладонями все лицо и кисти рук. Обязательные действия в совершении таяммума. Первое. Протирание лица. И второе. Протирание рук. Действия, которые нарушают таяммум. Первое. Появление воды. Второе. Те же действия, которые нарушают малое омовение, справление нужды и так далее. Третье. Действия, которые нарушают большое омовение, полюции и так далее. 4. Когда не стало причины, из-за которой совершался таяммум. 5. Тот, кто не может использовать воду или пыль и ей подобные для очищения в силу каких-то причин, то он должен совершать молитву в том состоянии, в котором он находится без омовения и без таяммума, так как Аллах не возложил на душу то, что ее не под силу, что ей не под силу, и не освободил от молитвы. 6. И Муслим должен выполнять то, что ему приказано, следуя словам Всевышнего Аллаха, бойтесь Аллаха так, как вы можете. 7. И следуя словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал, и если я приказываю вам что-то, то выполняйте то из этого, на что у вас есть возможность. 8. Хадис достоверный. Приводят имам Аль-Бухари и имам Муслим от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. 9. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. Сура Ан-Ниса, 28 аят. 10. Иска ан-Бухари и имам М collaborатель. Продолжение следует...